МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Не секрет, что сегодняшняя молдавская политика существует и реализует себя в полной зависимости от процессов геополитического порядка, знания которых позволяют понять мир, в котором мы живем. Понять, а затем и принять нужные решения. Сегодня мы вновь раздвигаем горизонты нашего политического кругозора. У нас в студии доктор юридических наук, профессор, президент Академии права Таллиннского университета Рейн Мюллерсон. Здравствуйте! Добрый день! Я, в частности, вас представляю, решил, что следует напомнить нашим телезрителям некоторые главы из вашего послужного списка. Вы выпускник философского факультета МГУ. Юридического и филологического. Филологического, да. Об основном юридическое. А, вот так. Работали в Институте государства и права Академии наук СССР. Да, соведущая отдела международного права. В 88-м, в 92-м годах прошлого века член Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека. Точно, да. Утверждает, что вы были даже советником Михаила Горбачева. Он был советником по вопросам международного права и писал ему часть речей и документы по вопросам международного права. Да, очень часто. В 1991-м по 1992-й год первый заместитель министра иностранных дел Эстонии. Правильно. Тоже. До 1994-го года были приглашены в качестве профессора Лондонской школы экономики и политических наук. Да, меня исправили профессором столетия. Это Лондонская школа экономики исполнена 100 лет. И каждый факультет имел право выбирать профессора столетия. По праву меня выбрали профессором столетия. Здорово. Заведовали кафедрой международного права в Лондоне. Да, в Кингс Колледж Лондон. И одновременно в это время были региональным советником управления Организацией Объединенных Наций по правам человека. Да, это был у меня творческий отпуск с университета лондонского. И я год провел, был региональным советником ООН по Центральной Азии. Так что год провел. Я очень часто ездил и до этого, и после этого в Центральной Азии. Написал книгу о Центральной Азии, о исламе в Центральной Азии. Так что очень хорошо знаком тем регионам. И ко всему тому же, вы автор 150 научных работ и 7 книг, если не ошибаюсь. Ну, книг у меня сейчас 13. Если считать оригинальных переводов, есть на китайский, на эстонский, на другие языки. Я пишу, ну, в основном уже в течение где-то 30 лет я пишу в основном на английском языке. Один американский профессор мне как где-то лет 40 тому назад еще сказал, а зачем вы пишете на русском, кто вас читать будет? Ну, это как не высокомерно и глупо немножко, но тут то ли правда есть. Или не пишет на английском языке, круг читателей, конечно, значительно уже. Так что у меня 13 книг свои, а статей, наверное, 300. Это где-то, это данные, наверное, уже 20-летние. Устаревшие. Вот с чего хотелось бы начать наш с вами разговор. В молдавской политике уже достаточно устойчиво закрепилось или закрепились про такая, знаете, разновекторность политических элит. С одной стороны, вот с 2000-х все чаще и все сильнее звучит такой слоган о необходимости полного евроинтегрирования нашей страны. Даже вот сегодняшние демократы заявляют о необходимости включения в Конституцию, в основной закон о Молдове, такой синтагмы, как евроинтеграция, как обязательный внешнеполитический вектор Республики Молдова. Но в то же время существует, и не просто существует, а сохраняется и усиливается роль политических сил, которые ратуют за сохранение, усиление связи, в частности, не только со странами СНГ, но и с Российской Федерацией, и об вхождении Республики Молдова в новый такой политико-экономический союз, как Еврозес. Интеграция в новое экономическое сообщество. Я знаю, что у вас, как у эксперта, есть своя точка зрения, свое видение, своя позиция относительно роли и места малых государств в геополитике. Насколько независимы мы сегодня в своей современной Молдове в принятии решений, связанных с сохранением сегодняшнего молдавского государства. Наверняка вам известно, например, о таком явлении, как унионизм. Сегодня в Молдове, так сказать, все чаще говорится об этом. 2018 год, год, когда унионисты хотят или празднуют столетие с дня объединения Молдовы и Румынии. Буквально накануне нашей с вами встречи есть такой у нас жители территориального объединения Гагаузия, проголосовали за то, чтобы назвать этот год годом оккупации этой территории румынским государством. Ну и я думаю, вы, наверное, понимаете, например, роль, когда чиновники государства владеют двойным гражданством. А у нас таких очень много, в том числе и судей Конституционного суда присягали в свое время, получается, двум государствам. Вот насколько все-таки мы в сегодняшней Молдове, наши политики самостоятельны в принятии решений, и насколько это влияет на выбор, то есть геополитика влияет на выбор граждан Молдовы? Вот, ну, я испорчен двумя империями, я, хотя гражданин малого государства, у нас в Эстонии жителей меньше, чем в Молдове даже, хотя территория может быть и больше, но я работал одинаковое количество лет, наверное, десятилетия в Москве и в Лондоне, так что у меня такой подход действительно не только с точки зрения малых государств. Это дает, конечно, видение, с моей точки зрения, для науки более широкое. У меня как будто три качка, от которых я могу обозревать мир. Но я должен сказать, что, конечно, от политиков и малых государств зависит много. Например, я разговаривал с одним канадцем, может быть, года два тому назад, по поводу одного такого эпизода из истории Эстонии и других восточно- и центрально-европейских государств. Они в 2003 году направили письмо президенту Пушу, приветствовав во вторжение США в Ирак. В то время такие страны, как и Россия, конечно, Китай, и Франция, и Германия выступали против этого. И что это привело действительно к таким тяжким последствиям. Вот вторжение в Ирак, разрушили Ирак. Это джихадизм, исламский терроризм возрос оттуда и так далее. Тогда эстонский премьер-министр Эстонии тоже подписал это письмо вместе с другими. Я вот канадцу говорю, профессору из Канады, что особого выбора не было бы. Если бы не подписали, то письмо было вообще подготовлено к государственному департаменту в Вашингтоне и потом рассослано для подписи только главам государственных правительств. Ознакомлены и одобряются. Да, да. Больше ничего. Я говорю, все-таки выхода не было. Если бы они не сделали, экономические санкции и другие со стороны США были бы предвидимы действительно. Но мне канадец говорит, да нет, все-таки у Вас просто нет людей, у которых есть и мозг, и хребет. То есть можно было бы все-таки и под крылом Франции и Германии, который тогда Шреддер был канцлером, Ширак был президентом Франции, они не пошли на поводу. То есть это политики, которые тогда могли бы сказать нет США. Могли бы сказать нет США тоже. Деголевского характера. Да, я думаю, что и маленькие государства могут быть нужны действительно такие политики. И вот Вы говорите правильно, что действительно я сам живу в Европе, люблю там жить, мне там хорошо и лучше всего, хотя люблю побывать и в других местах. Но мир это не только Европа. И вот, к сожалению, может быть сейчас как раз проблема Европы в том, что это геополитический, экономический рост не в Европе главным образом. Это Китай в первую очередь. Россия поднимается. И я читал недавно очень интересную книгу французского специалиста по геополитике. И он пишет о том, что Европа, если Европа не будет сотрудничать с Россией, Европа может оставаться и Россия тоже шахматной доской, где будут играть главным образом Китай и Соединенные Штаты. Так что такая однозначная ориентация на Европу, это, мне кажется, уже прошло. Вот когда Эстония стала независимой, и Вы стали, это примерно одно и то же время происходило, тогда действительно, я думаю, что такой европейский вектор был единственный, куда идти больше не было вариантов. А мир с тех пор, вот за последние 30 лет, изменился. И Азия сейчас поднимается. И экономический, и Китай, и геополитический, и Россия тоже. Так что я думаю, что, может быть, самый такой верный подход был, как президент Казахстана Назарбаев как-то объяснил, что нам нужен Китай, чтобы не были зависимы от России сильно, нам нужно Соединенные Штаты, чтобы не были зависимы от Китая и России, но нам нужен Россия и Китай, чтобы мы не были зависимы от Соединенных Штатов Америки. Вот полностью. Поэтому я думаю, что мудрым руководителям нужен такой многофекторный подход сейчас. Я не думаю, что Молдавия сейчас может войти в ближайшее время в Евросоюз, потому что у Евросоюза большие проблемы. То есть Евросоюз должен переориентироваться, чтобы оставаться не только экономическим сообществом, но чтобы быть самостоятельным, геополитическим кроком тоже, потому что интересы Европы и США, они не полностью совпадают. Сейчас особенно, когда Трамп стал президентом, большие противоречия между Европой и Соединенными Штатами в области экономики, так и геополитики. Поэтому я думаю, что как маленькие страны, как и Молдава, они должны, с моей точки зрения, иметь такой многофекторный подход. И почему портить отношения с Россией, почему портить отношения с Евросоюзом, не надо. Правда, тут есть одно, но. И Россия, и Евросоюз, и еще особенно США, они не любят, когда тружатся с другими. Вот тружить только со мной, тогда ты правильный и принципиальный политик. А если ты хочешь и тружить с Россией, и с Китаем, и с Европой, тогда уж это не принципиальный. А я думаю, что это неправильно, потому что принципиальный политик интересуется в первую очередь благосостоянием своего народа. И если такой многофекторный подход поможет народу экономически в области безопасности, почему и нет. Финляндия, например, имела отношения хорошие с Советским Союзом и Сападом еще в годы Холодной войны. И очень сильно экономически, во всяком случае, выиграла от этого. Там, наверное, глубокий еще исторический процесс был, если вспомнить историю государства Финляндии, то можно понять, что Россия в этом смысле приложила достаточно много усилий. Но не об этом. Вы говорили о том, что Европа, Россия, называли, это, будем говорить, шахматная доска, на которой будет разыгрываться какая-то та или иная геополитическая партия. Все-таки, если более точно определиться с этим понятием, я думаю, что мы с вами живем в малых европейских государствах. Эстония небольшая по величине Молдова. Можно предположить, что наши страны являются теми или иными фигурами, с тем или иным значением на шахматной доске под названием «Мир». А Европа в этой ситуации тоже фигура? Или, может быть, она является местом размещения шахматной доски? Вы знаете, я думаю, что у Европы сейчас очень много проблем внутренних своих. И поэтому я говорю, что расширение Евросоюза происходит в ближайшее время. А дело еще и в том, что углубление интеграционных процессов Европы и расширение Евросоюза — это две противоположные и несовместимые даже процессы. То, что очень многие сейчас в Европе говорят, что расширение Евросоюза до такого предела, как сейчас 28 государства стран в Евросоюзе, это как раз привело к тому, что это составило или способствовало созданию вот таких проблем. Во-первых, чтобы в Европе быть самостоятельным таким игроком, защищать свои экономические интересы, интересы безопасности, в Европе нужно еще более интегрироваться. Особенно по важным вопросам. В Европе интегрировано, может быть, слишком даже по мелочам. Эти самые стандарты... Европейские ценности, так называемые. Ну, не ценности, я говорю, стандарты, что касается товаров, медикаментов и так далее, молоко, сосиски, какие должны быть бананы и так далее, все это стандартизировано слишком много сильно в Европе. Ну, по таким вопросам, как вопрос безопасности, обороны, вопрос единой валюты, налогообложения и так далее, вот по этим крупным вопросам Европа недостаточно интегрирована. И европейские лидеры не особенно стремятся к этому, и народу особенно. Мы увидим, что в Европе идет сейчас обратный процесс. Даже регионы хотят стать независимыми от национальных государств. Барселона, особенно мы видим, что сегодня там демонстрации против визита короля Испании в Барселону. Такие же процессы, вот Brexit, выход Англии из Евросоюза. И в других странах, в Бельгии такие же процессы происходят. Поэтому дилемма в том, что нужно интегрироваться, чтобы быть самостоятельным таким игроком. Не только экономика процветала, но и противостоять интересам других крупных игроков, которые более централизованы, США, Россия, Китай, Индия даже. А народы не хотят терять своего лица. Они хотят оставаться французами, немцами, не только европейцами. Вот это большая проблема. Потом в Европе проблема, и не только это в Америке, в Европе, в западных обществах, раскол между политическими и даже интеллектуальными элитами и народом. Вот называется рост популизма. Как говорил немецкий философ, который в Англии долго работал, там и умер, Ральф Таррендорф, для одного популист, для другого демократ. Если хочешь его как-то принизить значение, ты называешь его популистом. Такой может быть и демократ. Разница небольшая между этими понятиями. И оторвались политическая элита, интеллектуальная, медийная элита. Оторвались от масс. И вот сейчас интересное явление в Америке, особенно в Европе. И почему обвиняют Россию в мешательстве в выборные процессы? Потому что уже политическая элита не контролирует. Потому что люди, особенно молодежь, телевизор не так смотрит. У них все это социальные сети. Информация идет через социальные сети. А это не контролируется политиками и медийными элитами на Западе. И возникает такая проблема, что действительно свобода интернета считалась плаком. Что уже тоталитарные государства или авторитарные государства теряют контроль над населением. А США потеряли контроль над населением. И в Европе то же самое происходит, что люди получают информацию уже выборочно. Они могут из любых источников, а не из тех источников, которые контролируются политической элитой в стране. Насколько, на ваш взгляд, обвинения в адрес России, вмешательство в выборы США отражает действительность? Потому что я понимаю, что социальные сети, интернет. Но там в равной степени работают или трудятся, или делятся своими мнениями, информацией все. Все. Во-первых, я, конечно, не знаю. И то, что я читал, меня не убедило, что Россия или государство во всяком случае вмешивалось. Но если даже то, в чем Россию обвиняют, все правда, то в этом ничего удивительного нет. Потому что Соединенные Штаты, когда они владели вот этой информационными потоками, когда они господствовали американские, ну, плюс Сападный, BBC, конечно, особенно англоязычная медиа, они господствовали. Они вмешивались в выборы во всех странах. Ельцина избрали в 1996 году благодаря американцам и олигархам российским, которые тоже были поддержаны американцами. Так что, и, между прочим, как юрист, я помню, еще в 84-м, 86-м годах, когда в международном суде было дело Никараку против США, американцы, какие юристы утверждали, что в международном праве нет принципа не вмешательства внутренних дел государств, потому что все вмешиваются. А вот сейчас, когда, вот через, ну, я не говорю, я смотрю иногда Russia Today и спутники этого канала, ну, это очень небольшие источники информации на Западе по сравнению с BBC, CNN и другими каналами. Вы имеете в виду аудиторию этих каналов? Аудиторию, сколько, ахват людей. То есть, нельзя сказать, что даже если они говорят о политических проблемах западных стран, чтобы они играли огромное влияние. Но какое-то влияние все-таки есть, и это не нравится западным политикам. Я был, где-то я слушал, наверное, почти уже полгода или четыре месяца тому назад Амид Карсай, бывший президент Афганистана. И он сказал, что да, Россия и Китай оказывают все большее и большее влияние на этом медийном пространстве в мире. И это очень здорово, что нет господства, безраздельного господства уже одного медийного пространства, которое существовало особенно в 90-е годы. Вот это есть, конечно. Вы знаете, все это напоминает еще вот те времена, когда создавался Советский Союз, когда он победил во Второй мировой войне, когда влияние СССР было на тот момент, как мы уже понимаем, в историческом моменте было максимально велико, создавался социалистический лагерь. И вот это, наверное, оказывало свое влияние на внутреннюю повестку дня, политическую повестку, внутреннюю политику самых разных стран. Ведь, наверное, не зря же движение социалистическое в разных других странах имело и такой момент, когда, мне кажется, даже нормы трудового кодекса в тех или иных странах предусматривал для того, чтобы снизить градус социального напряжения. Потому что рядом существовала, поднималась страна, основанная на, ну вот, да, мы помним диктатуру пролетариата, мы помним обосчисление собственности, но это был пример того, как можно было построить государство не на основе капиталистических ценностей, не на основе, допустим, либерального капитализма. Ну, у меня, у меня носталки по Советскому Союзу совсем нет, все-таки, я думаю, что Октябрьская революция, это трагедия для многих и для российского народа особенно, не только для российского. Но выборовый в том, конечно, что какие-то ценности, которые провосглашались с Советским Союзом, они реализовались, может быть, даже в большей степени где-то в северных странах Европы, как Швеция, Финляндия. Да, скандинавский социализм, да, социализм, то есть у нас в Советском Союзе был коммунизм, что я думаю, что какая-то утопия, и поэтому, конечно, ничего хорошего от этого не получилось. Хотя я должен сказать, что утопические программы, от них можно взять что-то хорошее, но реализовать какую-то утопию, так как она есть, и как говорили, вот, марксизм или ленинизм, это такое цельное построение, что ни кирпичика нельзя вынуть оттуда, что все развалится, это неправда, то есть... Можно разрушить любую тему, судя по всему. Ну и, скорее всего, нужно как раз эти кирпичики брать, которые положительные, оставить те, которые отрицательные, потому что в любых утопиях есть отрицательные моменты тоже. Так что, я думаю, что, да, западные страны, многие, не только скандинавский социализм, но и в Англии, и во Франции, ошиблялись некоторые положительные моменты такой социалистической программы, но в Советском Союзе, может быть, даже не так, а в других странах больше. Ну вот раз вы заговорили еще о том, что в информационных потоках, в информационном пространстве Соединенные Штаты стали терять контроль, перестали доминировать информационными ресурсами, особенно такого пространства, как интернет, завладели практически, наверное, все страны, которые так или иначе вовлечены в развитие интернета. И раз здесь США теряют свою контроль, можно ли уже говорить о том, что в геополитике также у Соединенных Штатов, ну, будем говорить, утеряны акции? Ну, 90-е годы, это анормальная ситуация в мире. Мир никогда не был однополярен, то есть, чтобы был один центр силы. Даже вот когда была Римская империя, империя Чингисхана, они были локальные относительно, большие империи локальные. Даже Британская империя, там были другие империи в то время. Вот в 90-х годах возникла в мире ситуация, когда США вместе с союзниками западными господствовали безразделенно почти во всех областях. В областях военной, экономической, культурной даже, Холливуд и так далее, американская пресса. Если вы возьмете, да, в Эстонию выходит и много газет, и программ на эстонском языке. Но если мы посмотрим, откуда информация идет, это или перевод из англосаксонских источников, или пересказ оттуда. То есть, такой серьезной информации самостоятельной, ну, маленькая страна, у нас и корреспондентов, и как и у вас, наверняка, нет во многих странах мира, чтобы они там информацию собирали. Поэтому используются англоязычные, потому что английский язык, господствующий язык. Ньюсмейкеры находятся все в этом пространстве. Да, и поэтому, например, я люблю смотреть как раз новости на других языках, в том числе на русском языке, на французском языке, и получать информацию, потому что быть, если смотреть только новости на эстонском языке, или даже на эстонском, на английском языке, то получать одну и ту же информацию. Разницы большой в направленности информации нет. Но вот это диваностое годы было исключительное. Уже с 2000 начинается сопротивление этому. И это, естественно, никогда не было такого, чтобы какая-то страна или группы стран господствовали безраздельно. Начинается по-английски контрапалансинг, новый баланс. Китай экономический подъем начал, особенно тихо, тихо и саппой, скажем, сейчас уже расправляют. Да, сейчас Китай расправляет плечи уже геополитически, особенно в Азии, ну и не только в Азии, в Африке очень сильно. Россия, который был, скажем так, в ноктауне 90-х, вот сейчас расправляет плечи тоже, и не только в военном отношении. Я сейчас считал в французской газете, сегодня у России, скорее всего, самая сильная армия в мире. Ну, может, это не совсем правда, но во всяком случае не уступает никому. И это нормально, но вот вы понимаете, у многих западных лидеров и американских лидеров особенно была такая идея коммунистическая она была раньше, что после коммунизма уже ничего не будет. Вот я помню, я был студентом, я спрашивал у преподавательницы научного коммунизма, а что после коммунизма будет. А мне сказали, после коммунизма ничего не будет, будет коммунизм вечно. Но сейчас то же самое, либеральная демократия будет вечно. Ну, не может быть, никогда не было ни одной общественной политической экономической системы, которая вечно существует. Всегда есть перемены. И, я думаю, сейчас, например, китайский вариант развития показывает себе наиболее эффективный, весьма часто, чем западный либерально-демократический. Особенно проблема либеральной демократии есть такая, как краткосрочная перспектива только, не длительная перспектива. Нельзя на пятилетие, десятилетие период строить, потому что все от выборов от выборов. Выборов каждые четыре года или пять лет. Поэтому, конечно, политические лидеры имеют очень краткую перспективу. К сожалению, это один из недостатков. И вот сейчас баланс в мире действительно, мир уже сейчас стал многополярным. Хотя США, естественно, экономически особенно и даже в военном отношении господствуют в мире. Но это уже не так, не так только способ, что было в 90-е годы. И не в всех регионах это происходит. И, я думаю, что и дальнейший процесс идет в эту сторону. Не дай бог, чтобы какой-то вооруженный конфликт не случился. Что тоже не исключено, к сожалению. Ну, вот китайцы любят говорить о том, что терпеливые получают бесплатно то, за что нетерпеливые всегда платят. Ну, да, я думаю, что вот в этом смысле немножко разница есть между Россией. Россия – европейская страна, скажем, по культуре и по привычкам. Хотя отличаются, как все европейские страны тоже. Россия слишком большая, чтобы быть обычной европейской страной. Но вот, мне кажется, и россияне тоже хотят все сразу и вчера еще. А у китайцев такой долгосрочный подход, который присущ китайскому характеру даже больше. Ну, вот еще такая тема. В следующем году Европа, будем говорить, политическая элита, политики, эксперты будут отмечать 30-летие падения Берлинской стены. Тогда много говорилось в 1989 году о том, что после объединения двух немецких государств мир изменится во многом в лучшую сторону. Но мы сами помним с вами, что именно с этого момента началось какое-то, ну, будем говорить, переустройство мира, в частности, Европы. Ну, смотрите, Югославия, затем в странах постсоветского пространства, бывших советских республиках, Северная Африка. Вот, ваше мнение, можно ли назвать именно эту дату, будем говорить, началом переустройства мирового порядка под законы либерального капитализма? Ну, можно, наверное, ну, или эту дату, или возьмем даже, может быть, немножко раньше, уже когда стало понятно, что Советский Союз меняется, или позже немножко, эта дата не так важна. Ну, такой момент был, что будет либеральный капитализм господствовать во всем мире, это Фукуяма об этом писал, и тоже. Ну, вы знаете, либеральный капитализм, проблема в том, это и внутри страны конкретно, и на международной арене, чем больше свобод, особенно экономический, то выгоды получают те, у которых больше сил. То есть, не обуждали... Нас убеждали в обратном, потребитель от этого выигрывает. А потребитель может выиграть иногда, ну, посмотрите, что получается внутри страны, возьмем совершенно такой либеральный 90-е в России. Олигархи возникли, не было законов, даже касающего налогообложения в многих областях, приватизация была, пошла тотальная, олигархам в основном это все. И это был такой, действительно, совершенно свободный, свободный от законов даже капитализм в России. Вот к чему такое может вести. Чем больше свобод экономический, тем меньше демократии даже получается, потому что одни становятся богаче, они могут использовать эти свободы, у других свобода формальна. У них формально есть такие же права, но они не могут, потому что нет средств, чтобы реализовать свою свободу. Вот и такая же и в международных отношениях, международных экономических отношений. Совершенно такой свободный капитализм означает того, что те, которые более сильны экономически и даже в военном отношении, потому что часто сперва навязывается, вот как Англия навязывала Китаю в 19 веке, свободную торговлю дастся опиумом. Китайцы не хотели опиум покупать, составляли путем применения силы, составляли Китай покупать опиум, открывать. Потому что английская экономика была сильна, и Англия при помощи даже военно-морского флота и экономического давления порабощала Китай в 19 веке. Так что Соединенные Штаты тоже пропагандировали либеральный капитализм международный. Во всем мире чем меньше регуляций, тем лучше, потому что более сильная экономика США получила прибыль. Соотношение сил изменилось. Сейчас Китай со свободную торговлю, Трамп сейчас протекционист, хочет ограничить свободу торговли, потому что уже Китай в силу полидешевой рабочей силы и так далее, выходит вперед в международный этап торговли. И торговый баланс между Китаем и США, вы знаете, пользу Китая значительно. Китайцы продают, американцы покупают, и государственный долг США растет. Да, изменилось соотношение сил, и от свободной торговли больше приобретает сейчас Китай, чем США. Поэтому США сейчас против свободной торговли. Это было всегда так, между прочим. Англичане, я помню, когда я студентом был, Куго Кроци был такой философ и юрист-международник в Голландии, который написал книгу «Маре Либерум» «Свободное море», потому что Голландия, это было еще в 17 веке, торговала везде по миру. А потом англичане взяли господство, и уже англичане были со свободной торговлей. Вот как я говорил, особенно свободная торговля с Китаем, включая торговлю, продажу опиума Китаю. Так что, со свободную торговлю агитируют в основном те, кому она выгодна, более выгодна. Поэтому торговля должна быть, конечно, между странами и внутри страны. Она должна быть регулируемой внутри страны, и даже на международном уровне тоже. Я вернусь еще раз к своему вопросу. Почему? Потому что, будем говорить, насколько мне известно, и как часто об этом писали, тогда, когда договаривались о слиянии двух немецких государств, было обещано тогдашнему руководителю Советского Союза Михаилу Горбачеву, что Североатлантический блок, я говорю о НАТО, не будет двигаться в сторону восточных границ Советского Союза. Но мы знаем и видим совершенно иное. Получается, что тогда Карпачева обманули, или же это предопределено было? Это Карпачева обманули, конечно. Я не уверен, это было сознательно или несознательно. Тогда эйфория была, наверное, и в Советском Союзе в руководстве. Сейчас все будет по-другому. И такое же было и на Западе. Я не думаю, что мы пушили Джеймс Пейкер, который был государственным секретарем, что они думали, вот мы сейчас скажем Карпачева и Шевернац и так, а будем делать по-другому. То есть я не уверен, что они сознательно шли на обман. Но потом, когда НАТО стало расширяться, все-таки на Западе отрицали, что вообще такие договоренности были. Но недавно, вот я как раз написал об этом статью в начале этого года, потому что в декабре открыли документы государственного департамента, где видно, что действительно обещания были даны. И Шевернац и Карпачеву, что НАТО не будет расширяться, если Советский Союз, Карпачев способствуют воссоединению Германии. Что было сделано, и НАТО стало расширяться. Тут была, я думаю, что инерция какая-то со стороны некоторых американских, европейских политиков. И такой трезвый, цинический подход, что Россия все равно исторически была крупной страной. И поэтому, чтобы ограничить Россию, нужно окружить Россию НАТОвскими странами, чтобы военные пасы были. Вот я помню речь президента Путина, это было, кажется, 18 марта 2014 года по поводу Крыма. Как-то он приводил разные поводы по поводу воссоединения Крыма с Россией. Там было историческое, религиозное и так далее. Но мне понравилась шутка, кирополитическая, шуточно скажем. Он сказал примерно так, что американские морские пехотинцы, конечно, в основном славные парни, но я предпочитаю их приглашать в Севастополь, чтобы быть, вместо того, чтобы быть приглашенным ими. Потому что, если бы Украина стала бы частью НАТО, это геополитическая смерть для России. Натовские морские пехотинцы были бы в Севастополе. Вы помните 1962 год? Я не помню, но я читал. Я тоже не помню, я через год только родился. Ну вот, я тоже, я был уже на свете этом, но не занимался ни политикой, ни международными отношениями. Но был Карибский кризис в 1962 году, когда Советский Союз устанавливал ракеты средней дальности. Не нарушая при этом никаких законов международных соглашений. Никаких законов, когда была согласия Кубы в соответствии с международным правом. Тогда бывший, тогда уже он не был государственным секретарем, и юрист, международник по образованию, и по профессии тоже Дин Ачессон, сказал, это не вопрос международного права. Это вопрос выживания Соединенных Штатов. И то же самое могла бы и Россия сказать. Это не вопрос международного права. Правда, в России нашли аргумент в соответствии с международным правом, как референдум и так далее. Но я политически, я думаю, что натовские ракеты у границы России, это тоже вопрос выживания России. Как самостоятельного, суверенного государства. Конечно, Россия могла бы быть, скажем, полуколония. Идти в фарватеры США. Идти в фарватеры, как в 90-х годах Россия и шла. Но, и вы знаете, все-таки крупные страны, они не прыгают в последний вагон, в отличие от маленьких стран. Это даже геополитическая такая теория, называется bandwagoning. Прыгать в последний вагон с более сильной стороны, чтобы получить выгоды и безопасность тоже. А крупные страны, наоборот, ведут себя. Они начинают балансировать против более сильного игрока, чтобы иметь такое же место в мире, как это более сильный игрок. Ну, то, что вы говорите, похоже на то, что происходит с Молдовой. Мы пытаемся прыгнуть в последний уходящий вагон евроинтеграции. У нас даже есть шутка. Когда Молдова станет членом Евросоюза? Тогда, когда членом Евросоюза станет Турция. Когда Турция? Никогда. Ну, тут я бы сказал, да, хорошо, наверное, Эстония получила выгоды экономические, во всяком случае, от членства в Евросоюзе. Разные кранты, помощь, субсидии, дороги построили. Но вы знаете, я бы сказал, сейчас ситуация в мире изменилась. Это было в 90-е годы. Евросоюз сам уже не может. Вот выход Англии из Евросоюза означает, вот сейчас пишут, что бюджет Евросоюза надо пересмотреть. Евросоюз не может уже так распределять средства, как это было раньше, потому что Англия — одна из самых крупных экономик Евросоюза, вторая, третья экономика. И выход с этого означает, что у Евросоюза уже нет таких средств, какие они были в 90-е годы. Я думаю, что, конечно, очень здорово иметь хорошее экономическое отношение с Евросоюзом для Молдавы. То есть, естественно, это выгодно. Но в то же время не надо отказываться от торговых и других отношений, добрых отношений с Россией, с Китаем даже и с другими странами. К сожалению, времени совсем не осталось. Но все-таки позволю себе такую роскошь задать вам еще один вопрос. Потому что думаю, что зрителям явно нам не хватило вот этого короткого часа для общения с вами. Я, насколько я читал, вас назвали красным профессором за активное участие по защите бронзового солдата, памятника, который стоял в центре Таллина. И у нас сегодня тоже как-то очень даже активно происходит такая борьба с памятниками. То пытаются снести очередной памятник освободителям советским, советским солдатам, павшим на территории Молдовы. Борются в виде танков, на пьедестале стоит танк. Вот давайте вас будем снимать оттуда, сдирать. И таким вот образом этим прославились у нас бывшие министры обороны. Вот борьба с памятниками. Насколько она все-таки эффективна с точки зрения политического пиар-хода или политического движения? Во-первых, я как-то это бронзовый солдат снимали. Я жил в Англии, я вообще этим не связан. Я думаю, что... Ну, как-то увязали вас. Ну, не знаю. Много увязывают, может быть, но этим я не занимался. Я ушел в отставку с правительства. Я был первым заместителем министра. Я ушел в отставку с этого поста. В частности, не только меня приглашали в Лондон работать, но еще и из-за того, что я был против лишения гражданства тех сотен тысяч жителей Эстонии, которые не владели эстонским языком и остались без гражданства. И у нас сейчас тоже слишком много людей без гражданства или людей, которые владеют жителей Эстонии, которые владеют России и других некоторых республик. Я был против этого. Что касается бронзового солдата, меня не было просто в Эстонии. Хотя я против этого. И эту солдату памятником можно было бы перенести действительно оттуда, где она стояла на кладбище, но это можно было сделать подчеловечески. А это было провокационно сделано, и поэтому это привело еще к дальнейшему расколу общества в Эстонии. Это отрицательное явление. Но, вы знаете, конечно, какие-то памятники, наверное, нужно снимать, потому что их, например, Ленину было в Советском Союзе уж памятников слишком много везде. И оставлять столько неправильных... Я думаю, что коммунисты и ленинцы с вами не согласятся. Можно таким образом дойти до Мавзолея. Может, и дойдут. Я не знаю, как в России они к этому относятся. Сейчас российское общество тоже расколото по этому вопросу. Но я, например, могу сказать, в Эстонии, я думаю, что Ленину ни одного памятника нет. А я был несколько лет тому назад в Финляндии, в Турку, в одном парке, и вдруг смотрю, Ленин стоит. Им есть за что поставить. Памятник Ленина, и стоит уже давно памятник на Центральной площади в Хельсинки Александру II. Так что можно и оставлять. Я просто говорю, что для некоторых людей ставили слишком много. В каждом городе была улица Ленина, а это может быть и не одна. Так что, в принципе, я думаю, что к этому нужно подходить разумно. Я понимаю, что политики, наверное, хотят получить какой-то политический капитал с этого. Вот этот пронцевого солдата, это памятник оттуда, скажем так, убрали, и убрали как раз 9 мая, ночь с 8 на 9 мая, это провокационно, чтобы показать вот этому населению Эстонии, которые участвуют в выборах. Что вот мы таким образом показываем свою независимость, и они получили действительно какой-то кратковременный такой политический капитал от этого. Рейнс, большое спасибо вам за эту беседу. Мы будем с удовольствием вас снова ждать в Молдове. Я понимаю, что это ваш не первый сюда визит. Вы вспоминали о том, что были юноши и участвовали в спортивных состязаниях. Здесь, в Кишиневе, занимались прыжками в воду. Вы о высоту. Высоту. Да, извините, о высоту. Вот, и надеюсь, все было вам уже при первой встрече, вам понравился наш город. Я надеюсь, и сегодня он понравится. Всегда ждем вас в гости, и будем с удовольствием беседовать. Наш телеканал для вас всегда будет открыт. Спасибо большое, с удовольствием. До свидания. До свидания. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор юридических наук, профессор, президент Академии права Таллиннского университета Рейн Мюллерсон. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. Вы знаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова